Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и сегодня я хочу пробовать новый формат записи видео. В данном случае добавлю немножко такого живого взаимодействия. Видео с веб-камерой будет. Если формат зайдет, то возможно такие видео будут регулярно выходить на моем канале. То есть, собственно говоря, ничего другого не поменяю пока, но тем не менее добавлю именно взаимодействие с помощью видеоряда. Не знаю, насколько это необходимо, но тем не менее, возможно, кому-то будет интересно видеть мое лицо. В любом случае, по крайней мере, один раз попробовать стоит. И сегодня покажу один интересный вариант, который, в общем-то, советую играть тем, кто любит активную и живую игру, особенно тем, кто играет белыми в Gambit Halloween, потому что, по сути, это то же самое, только за черных. То есть, Gambit Halloween за черных. Очень редкая система, при этом очень агрессивная. То есть, черные жертвуют коня. Однако, все там далеко не так просто. И хочу показать, какие же есть интересные варианты и идеи в данном дебютном построении. Итак, прежде всего, что такое Gambit Halloween? Он возникает после Е4, Е5, Конь Ф3, Конь С6, хода белых Конь С3 и хода черных Конь Ф6. То есть, перед нами сейчас дебют четырех коней. И в данной позиции у белых есть разные ходы. Ну, например, Слон Б5 играют очень часто. То есть, Слон Б5 хороший и сильный ход. Также белые могут сыграть Д4. Не буду уже показывать данный ход на доске. Но есть тоже время у белых и Gambit Halloween. Одна интересная такая идея, которую применяют в том числе и даже иногда гроссмейстеры. Ну, понятное дело, что это происходит в Блиц. То есть, в классику так вряд ли кто-то сыграет. Из сильных игроков и против сильного соперника тоже. И Конь Е5. Это ход, который как раз таки характеризует Gambit Halloween. То есть, белые жертвуют коня. Однако, понятно, что жертвуют не просто так. Так, черным нужно бить на Е5. Иначе они без спешки, в плохой позиции. И далее после Д4. Конь Ж6, Е5, Конь Ж8. Опять же, таки примерный вариант. Ну, допустим, черные могут играть так. Это вполне хорошая игра. Белые делают ход Слон С4, например. Ну, и возникает, в общем-то, в белых довольно сильное давление на позицию черных. Прежде всего, на короля. Поскольку король, в общем-то, здесь остается в центре. Причем часто надолго. И, в общем-то, здесь инициатива, конечно же, приличная. Но, с другой стороны, понятно, что лишняя фигура остается. И отыграть ее, по крайней мере, в ближайшее время белые не могут. То есть, вот такой вот вариант вполне возможен за белых. Это Gambit Halloween. Ну, и, собственно говоря, возникает идея, почему бы не сыграть похожие ситуации в таком же стиле за черных. То есть, почему бы не применить данную идею с переменой цвета. Да, возможно, где-то с потерей темпа. Но, тем не менее, при каком-то медленном ходе белых это тоже будет работать. По крайней мере, будет возникать тоже крайне интересная игра. И Gambit Halloween как раз-таки отлично работает за черных. Если в данной позиции после хода конь f6 белые не играют конь e5, понятное дело, да, сами не жертвуют коня. Если белые не играют стон b5, не играют, допустим, d4, либо там d3. А делают вполне логичный и сильный ход, который, к слову, применяется крайне часто. Причем даже на уровне кроссмейстеров такой ход является хорошим в целом. Это ход g3. Понятно, что черные после хода g3 могут спокойно развиваться. Здесь масса нормальных ходов, то есть тот же ход g6 симметричный, можно сыграть солнце 5, да, можно сыграть d6, там, ну, то есть вариантов масса у черных. Ну, и можно проверить как раз-таки ход конь d4. Ну, и после хода конь d4 возникает как раз-таки Gambit Halloween, но с применением цвета, то есть за черных. Итак, в этой позиции белые, безусловно, обязаны принимать жертву пешки, жертву не фигуры, да, ты жертву за целый конь, это довольно много. Ну, и на самом деле, вот то, что говорил, что здесь с потерей темпа черные проводят данную идею, да, то есть белые все-таки имеют лишний темп изначально, да, здесь же черные провели идею чуть позже. Но, тем не менее, на самом деле, даже в этой позиции все равно, в общем-то, инициатива серьезная у черных. Дело все в том, что ход g3 для белых даже в некоторых вариантах был неудачным. То есть, допустим, минус этого хода явно состоит в том, что после хода d5 нет ответа конь g3 у белых теперь, да, и, соответственно, приходится конем уходить либо на поле c3, либо на поле g5. Ну, конь g5 на практике почти не встречается. На самом деле, ход, в принципе, возможный, после него белые не проигрывают, но черные простым ходом e4 отыгрывают фигуру. Ну, и понятно, что в равном материале здесь уже, в общем-то, у черных полный порядок. То есть, идея такая, что кони между собой связаны. Если конь с f3 уходит, конь на g5 теряется. Ну, и, соответственно, здесь какой-то редакции так или иначе черные отыграют фигуру и получат хорошую игру. У черных не будет перевеса, конечно же, но будет просто примерно равная позиция. То есть, я к тому, что ход коней на g5, он возможный, но, конечно же, белым нужно играть более принципиально и делать ход конь c3. Итак, конь c3, d4, это все форсировано. И, по сути, это табиа данного дебюта. Дебют, опять же-таки, очень-очень редкий, почти не встречается на практике, но в этом и его преимущество. То есть, ваши соперники, скорее всего, не будут к нему готовы. Это очень большая вероятность. Ну, и здесь, опять же-таки, у белых есть принципиальный выбор. То есть, вообще, в принципе, принципиальный даже подход, могу сказать так. То есть, что могут сделать белые? Или уйти куда-нибудь конем, или сразу же коня скидывать ходом в слон g2. На самом деле, хостом g2 встречается на практике по мегабазе, по крайней мере, чаще. Вот, то есть, белые спокойно отдают коня и завершают развитие. Ну, и здесь позиция уже не самая интересная. То есть, белые отдали коня. У нас сейчас после dc и bc равный материал. Далее, обычная игра, здесь слон c5, допустим, можно было и слон d6 сыграть, к слову. Ну, например, рокировка, рокировка, d3. Опять же-таки, здесь ничего интересного не происходит. Обычная дебютная такая спокойная игра. Эту позицию, конечно же, за черных играть уже достаточно легко. По крайней мере, мы не остаемся без материала. Вот, поэтому хостом g2, безусловно, возможный. Но, опять же-таки, ход не самый принципиальный. Намного более принципиально за белых сыграть конь b5, конь b1 или же конь e4. То есть, куда-нибудь уйти конем, и все эти варианты мы с вами сейчас разберем. Ну что ж, начнем, допустим, с хода конь b5. Итак, конь b5 играет белая. Здесь после хода конь b5 надо коня прогнать на поле a3, сыграть a6. Опять же-таки, коня 3 здесь выбора нет. Все остальные ходы у коня под бой. И далее e4. То есть, наша принципиальная идея, то есть, в какой-то момент наверняка черные должны играть e4, иначе их инициатива закончится. e4 для нас, по сути, обязательный. И принципиальный выбор теперь возникает у белых. Как сыграть? Конь h4 или конь g1? Два хода есть у белых. Посмотрим оба варианта. Ну, допустим, вначале я покажу ход конь g1. Он смотрится очень логично, потому что здесь конь уходит назад, и на поле g1, когда стоит конь, на него напасть уже черные не могут. Ну, у хода конь g1, конечно же, есть и свой недостаток. А именно такой, что теперь, после хода ферзи f6, который, в принципе, черные хотят делать, здесь белым сложно развиться, потому что видно, что их все фигуры, ну, кроме коня от ее, разве что, стоят на начальных позициях. И очевидно, что развитие здесь у белых довольно грустное. Но, с другой стороны, лишняя фигура остается. Ну, и покажу еще одну интересную идею. То есть, на слон g2 очень есть важный ход, который, в принципе, найти за доской нелегко, если его не знаешь. Это ход d3. То есть, так называемая тормозящая жертва. Мы не даем сыграть d3 самим белым, и получается, что мы лишаем белых комфортного развития их ферзи фланга. Ну, что ж, cd здесь самое логичное. Далее черный градус слон цеплять. И в ответ на f4, ну, грозит мат на f2, поэтому f4 ход почти что вынужденный. Так вот, в ответ на f4 мы бьем на проходе, играем ef, и после ферзи f3, конечно же, не меняем ферзей, а делаем ход слон f5. То есть, слон f5 очень важно сыграть. И вот, как ни странно, после какого-нибудь хода белых, типа гонца 4, а ход гонца 4, к слову, один из сильнейших, черные после рокировки получают перевес. То есть, опять же, если лечить движок, то перевес будет уже в этой позиции на стороне черных. Казалось бы, белые все сделали правильно и грамотно, но, тем не менее, они очень сильно стали в развитии. У них нет рокировки ни длинной, ни короткой. И здесь, по сути, все фигуры черных уже вышли на активные позиции, кроме ладий. Ну, ладий выйдут в ближайшее время, потому что для е8 рано или поздно черные, конечно же, сыграют. Вот, и на самом деле позиция у белых уже очень-очень опасная. Подвижку она уже почти что проигранная, как ни странно, уже перевес большой на стороне черных. Вот так вот обычными ходами и логичными, причем ходами черные, в общем-то, смогли поставить перед белыми серьезные проблемы. Поэтому конь g1, наверное, не самое лучшее решение, хотя ход очень логичный. Ход к h4 тоже есть за белых в данном варианте, но тогда мы играем g5. В принципе, ход g5 не обязательный, но ход очень интересный, потому что мы отгоняем коня на поди g2. Поди g2, конечно же, для коня, мягко говоря, не самое лучшее. Итак, конь g2, теперь все равно играем ферзи f6. Ну и в этой позиции, к слову, у черных есть в ряде вариантов план даже с длинной рокировкой. Ну и можно пока рокировку не делать, тоже есть еще вариант, допустим, развивать фигуры. То есть на ход d3 есть, например, еще сильный ход конь e5. Идея попасть конем на поле f3. Ну, допускать конь f3 просто нельзя, потому что после d3, например, белые просто проигрывают. То есть d3, конь f3, король e2, сон g4. И здесь от скрытого шаха, например, хода конь h2 или конь g1, у белых просто нет защиты. Позиция уже безнадежная. Здесь, как минимум, ферзя черные выигрывают. Как ни странно, уже вот так белые в 13 ходов рассыпались. Поэтому нельзя допускать ход конь f3. И надо обязательно сыграть на конь e5 слон d2. Ну, в принципе, ход вполне можно поднять за доской. Ход довольно логичный. Черный играет слон d4, слон d2 за белых тоже логичное решение. Далее на d2 мы просто меняемся. Играем конь f3, на слон f3, ef. И вот здесь уже можно потихоньку подводить итоги. В итоге всей этой комбинации черные все-таки отыгрывают фигуру назад, потому что конь на g2 застрял. Ну и можно отдать его за пешку, допустим, с помощью хода конь e3. И после df, ферзя 300, он d6 возникает равная позиция. Вариант, пожалуй, не самый очевидный. Вариант, конечно же, находился с помощью компьютера. На практике такого еще пока не было конкретно данной позиции. Но, тем не менее, в принципе, все эти ходы за доской поднять можно. Как за белых, так и за черных. Ну и опять же, главное, что вы эти варианты будете знать, а ваш соперник все это знать не будет. То есть это одно из ваших основных преимуществ. Так что, поэтому вывод какой? Что ход конь b5 в данной ситуации, он для белых очень рискованный. Мы прогоняем коня, еще раз покажу. Играем a6. Да, вот я перескочил сейчас, то есть d4. Конь b5 в начале играем a6. И на коня 3, единственный ход нормальный, делаем e4. Плановый ход. И далее, в любом случае, мы хотим сыграть ферзи в 6. Дальнейшим где-то при случае еще и конь e5. И от белых требуется очень точная игра, иначе они получают серьезные проблемы. Теперь посмотрим другие варианты. В этой позиции, после хода d4, кроме хода конь b5, есть еще различные варианты ухода коня. Допустим, конь b1. Ход в целом довольно логичный, потому что, хотя он и смотрится постигно, но тем не менее, на коня b1 напасть черные никак не могут. То есть, ход назад, это всегда, скажем так, не самое приятное действие, но с другой стороны, у этого хода есть и своя логика. Итак, конь b1, тогда все равно мы играем e4, наш плановый ход. Ну и здесь по-прежнему два есть варианта у белых. Это или конь g1, или конь h4. Оба хода тоже, конечно же, покажу. Допустим, конь h4. Ну вот в этой позиции можно сыграть даже не ферзь f6, а ферзь e7. Ну, в общем-то, ход довольно тоже сложно объяснимый без компьютера. Ну, идея состоит в том, что здесь, опять же таки, тоже, как я и говорил ранее, где-то появляется у черных мыслов ввести в длинную рокировку. Ну, вот, допустим, слон b5, один из возможных вариантов у белых массовых ходов, это примерный план. Мы играем в слон h3, и здесь, опять же таки, проясняется одна из идей хода ферзь e7, что белым плохо играет d3 из-за хода ed, то есть ed шаг будет. Ну что ж, в этой позиции, допустим, белые играют f4, и в этой ситуации можно съесть на проходе, сыграть ef, но, как ни странно, еще сильнее сыграть просто длинная рокировка. То есть, ход чисто на развитие, мы пока не стремимся скрыть игру сразу, а просто уводим короля из центра, и, наоборот, ладья становится на активной вертикали d, ну и здесь, опять же таки, позиция белых очень опасная. У них все фигуры раскиданы по доске, король без рокировки, опять же таки, инициатива черных очень серьезная. Теперь вернемся назад, посмотрим еще одну возможность за белых, то есть после хода e4 был еще ход конь на g1, и вот здесь тоже тот тычок, который мы уже разбирали ранее, да, причем тоже в варианте с ходом конь g1, а именно ход d3. То есть, d3 сразу это самое точное, потому что мы не даем самим белым сыграть как раз таки d3. Ну что ж, d3, самое сильное это c3, опять же таки, привожу компьютерный вариант, ну тут партии почти что не было, это все больше такие разработки с помощью движка, да, то есть это скорее такая вот теория без пока серьезной практики, но тем интереснее, опять же таки, данные варианты, что вы можете, в общем-то, удивить своего соперника, он, скорее всего, все это знать не будет и увидит впервые подобный вариант. Так вот, c3 играют белые, черные играют с лун c5, хотят пойти ферзь f6 напасть на мат, ну, опять же таки, ферзь h5 самая точная за белых, хотя ход, мягко говоря, не самый очевидный, и даже в этой позиции у черных все в порядке, можно сказать, допустим, ферзь f7, у черных инициатива очень хорошая за ударную фигуру, но покажу, чем, допустим, опасен для белых стандартный ход слон g2. Так вот, дело в том, что после хода слон g2 мы играем ферзь f6, нападаем на мат в один ход, грозит ферзь f2, угроза очень неприятная, f4 ход почти что вынужденный, далее тоже бьем на проходе, и после ферзи f3 слон f5 получаем примерно то же самое, что мы смотрели в варианте с ходом конь b5, то есть, что мы видим, что у белых все фигуры стоят очень коряво, и король остается в центре, безусловно, здесь белые не смогут сделать рокировку, черные же рокируют в любом случае, конечно же, ферзей черные менять здесь не хотят, и опять же таки, здесь у черных шикарная позиция, по движку перевеслись именно уже на стороне черных, то есть, как ни странно, вот так вот белые вроде бы ничего плохого не сделали, сохранили материал, но при этом очень сильно отстали в развитии, и из-за этого получили проблему. Вот, то есть, конь b1 тоже на самом деле ход далеко не такой простой, как видно, здесь, в общем-то, белые испытывают сложности, причем даже при сильной игре, а ваш соперник может ошибиться намного раньше. И покажу еще одну возможность за белых, а именно ход конь e4, после хода конь e4 здесь все относительно просто, мы играем f5, и в ответ на конь g5, единственный ход не под бой, e4, простой и сильный план за черных, опять же таки, если белые просто отдают коня назад, то у нас все шикарно, но тем не менее, белые могут сыграть сильно и пойти в контр-игру, сделать холстом c4, именно так как нужно играть белым, все остальное намного хуже. Тем не менее, все равно коня на f3 нужно забирать, однако возникает вопрос, что будет дальше, потому что у белых есть интересная идея конь f7, то есть это вилка на ферзя и ладью. На самом деле, не такой страшный ход, потому что появляется у черных идея ферзь e7, и вот на короле f1 очень интересный план, который мне понравился, понятно, что план найден с помощью движка, но тем не менее, для этого движок и нужен, чтобы находить такие вот неочевидные решения. Так вот, движок предлагает просто отдать ладью на h8, то есть играть с лом d6, и после размена белые, по крайней мере, временно получают лишнюю ладью, но, однако, здесь все не так просто. Черные могут сыграть длинная рокировка сразу, могут сделать стандартный наш ход d3, что будет еще точнее, идея опять же таки не дать спокойно разбить ферзью фланг, в частности, если она с поли c1, и после ферзи f3 длинная рокировка, у белых сейчас лишняя ладья, тем не менее, движок дает даже микро плюс черный, примерно минус 07, там минус 08, вот, и, соответственно, идея какая, что конь h8, он все-таки падает, то есть рано или поздно мы его съедим, допустим, слон идет с f8, потом ладья h8, такой есть план, но у белых очень большие проблемы с развитием своего ферзио фланга и с положением короля, который тоже стоит неудачно. Так что такая интересная и острая есть линия, где, опять же таки, все далеко не ясно даже в конце, но тем не менее, мы получили серьезную инициативу. Вот, именно поэтому, в ответ на бит хэллоуин за черных, да, в ответ на перевернутый хэллоуин, можно сказать еще, то есть в ответ на g3, конь e4, конь e4 и d5, после конца 3 и d4, позиции, которые возникают форсировано, очень многие сильные игроки, там мастера, да, или, допустим, даже гроссмейстеры, если получают такое белыми, то играют после слон g2, то есть не ездят все осложнения, ну, тогда, опять же, получается обычная игра, что вполне тоже устраивает черных, здесь хорошая позиция у черных. Но, опять же таки, очень часто здесь будут играть с вами принципиально, особенно слабые соперники, которые захотят любой ценой удержать коня, и это, опять же таки, играет на руку черным, то есть мы проводим план e4, ну, допустим, еще раз покажу идею, конь b1, да, то есть мы играем e4, в любом случае, рано или поздно, ну, и далее есть разные варианты, как уход в длинную рокировку, так и просто давление на позицию белых с помощью, например, хода d3, да, то есть, допустим, конь g1, с интересным планом d3, затем c3, там слон c5, слон g2, ферзь f6, то есть просто игра на мат, и у белых из-за очень плохого положения фигур здесь, на самом деле, возникают проблемы. Ну, что ж, такая вот интересная линия, советую применять ее за черных, опять же таки, понятное дело, что основным вариантом можно сделать другой какой-то, да, дебют, но, тем не менее, в ответ на данную схему белых, которая встречается, в принципе, нередко в дебете четырех коней, в ответ на ход g3, вот, очень популярный, да, он не самый популярный, тем не менее, он тоже регулярно играется, причем на самом разном уровне, как на уровне высоком, так и на уровне более низком, и еще раз советую на ход g3 применять конь e4, по крайней мере, проверить такой вариант. Думаю, что дебителям острой и динамичной игры этот ход однозначно понравится, особенно тем, конечно же, кто играет в Хэллоуин за белых. Ну, что ж, надеюсь, что это видео вам понравилось, в дальнейшем, опять же таки, планирую видео и с камерой, планирую разборы дебютов, планирую еще стримы проводить, которых давно уже не было, то есть планов много, но постепенно буду их осуществлять, главное, чтобы это было интересно. Всем тогда спасибо за просмотр и до встречи в новых видеороликах. Субтитры сделал DimaTorzok